Книга «Открытым оком». Вопрос 2683. Тема «Старообрядцы». Как освященный собор РПСЦ отнесся к предложениям московской патриархии? Ответ старообрядческого митрополита Андриана. Соборяне решили пока не начинать дискуссии. Собор доверил предстоителю церкви и совету митрополии решение всех оперативных вопросов. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. Невиданная свобода не лишает бдительности на завтра. Да мало ли как власть повернет, а тогда за каждое слово притянут к ответу. Но более благоприятных моментов может и вообще никогда не наступить. И тогда ни вопрос с трехсотлетней ржавчиной не задать, ни ответа не получить и не выправить. Патриархия лукавит и лжет в каждом вопросе предложения замысля. И сразу же вопросить, а зачем патриархии нужно это объединение? В данном вопросе старообрядцы правы. Пока нет полного осуждения никоновских реформ, пока Никон не объявлен узурпатором в вопросах благовестия, любой разговор на тему объединения есть насмешка над бесчисленными жертвами никоновских безумных реформ тирана. И не пока, а никогда не сломить человеческое, пока Божественное не придет и не воцарится. Стоит ли доказывать, что пространными тезисами и размытыми облаками рассуждений митрополит Кирилл усыпляет бдительность слушателей? Вторая книга Маковейская, 2.27. Хотя для нас, принявших на себя труд сокращения, это нелегкое дело, требующее напряжения и бдительности. Ниеме 9.16. Но они и отцы наши упрямствовали, и шею свою держали упруго, и не слушали заповедей твоих. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!